Часто у меня на личных раскладах бывают мои клиентки, новые и, как говорится, старые, со всякими вопросами, которые рождаются в их голове. И часто мне задают, Ксения, скажите, пожалуйста, так как вы практик с большим опытом, вы сильная ведьма, почему я, например, притягиваю тех или иных мужчин? Бывает такое, что из раза в раз или из года в год женщина попадает в какие-то токсичные отношения, кармические узлы, даже, возможно, иногда в какие-то неприятные токсичные отношения, возможно, для проработки кармы, опыта. Но часто именно задают, почему я притягиваю таких мужчин. Ну вот таких, это именно в кавычках, абьюзеров, манипуляторов, каких-то токсичных или каких-то таких, которые не хотят жениться и не хотят, к примеру, заводить с тобой отношения. То есть это какой-то такой единый тип мужчины, который ты можешь привлекать. Давай посмотрим, что с твоей энергетикой на два варианта. На ктулху второй, это темная колода. Мы посмотрим, почему ты притягиваешь таких мужчин. То есть мы будем ориентироваться, девочки, на общую массу. Первый и второй вариант. Обязательно жмелайд для энергообмена. Подпишись на меня. Здесь классные длинные короткие расклады, где бы ты меня не смотрела. В основном я публикую расклады в ютюбе, телеграмме и инстаграмме. На будущее, конечно, хотелось бы завести еще контакт, но руки до этого не доходят, потому что три платформы вести тоже, знаете, даже четвертый еще есть, третс от инстаграм, это тоже трудно. Давайте посмотрим все-таки, почему ты привлекаешь таких мужчин. Девочки, таких это в кавычки, это могут быть разные, еще раз повторяю, маргиналы, наркоманы, но это такая, у кого критика прям такая вот конкретная, да, у кого прям совсем, как говорится, наболела. Либо привлекаешь просто вот таких вот слабых мужчин, к примеру, нежелающих любви, отношений, абьюзеры, манипуляторы, маминкины сынки, слабовольные мужчины. Короче, такие, которые, знаете, с девиантным поведением, девочки. Есть такой термин психологии, девиантное поведение, отклонение от нормы. Это вам любой психолог скажет. Давайте посмотрим, почему ты таких мужчин привлекаешь. Этот расклад только для тех, кто реально в такой ситуации побывал, либо у вас сейчас такая ситуация, это задумалось, ну какого же черта, а? Опять какой-то придурок. Давайте посмотрим. Первый и второй вариант. Первый и второй вариант. Надеюсь, вы поставили лайк для энергообмена ктулху второго, чтобы ктулху не сердился. Да? Давайте посмотрим, почему ты привлекаешь таких мужчин. Карты большие. Много горящие. О, здесь два аркана. Звезда по имени Солнце меня пришла смотреть. Ха! Очень интересно. Звезда Солнце. Туз Мечей и Восьмерка Жазлов. Смотри, действительно, по натуре здесь может меня смотреть очень яркая женщина, неординарная. Посмотрите, даже на картинке здесь идет у нас солнце в виде затмения. Вот такое ощущение, что ты настолько яркая для тех мужчин, которые ты привлекаешь, что их просто слепит от твоей красоты, от твоей энергетики. У тебя очень неординарная энергетика по этим старшим арканам, по солнце и по звезде. Но ты сама по себе можешь быть вот как вот яркая, такая харизматичная, привлекательная для них, но холодная. Внутри-то тебя все равно здесь по звезде. Я бы могла сказать, есть какая-то холодность и отстраненность. Я не могу сказать, что ты весь спектр чувств им даришь. Ну и почему привлекаешь? Потому что вот ты на самом деле это достойно гораздо большего, а почему-то соглашаешься на меньшее. Знаете как, вот за неимением, как говорится, хорошего соглашусь на что попало. Но где-то осознание внутри тебя уже приходит, что все-таки я мечтаю то о другом. Я достойна-то большего. И здесь скорее всего женщина такая, которая все равно рано или поздно делает выбор то в сторону себя. Здесь женщина может привлекать очень холодных мужчин по натуре и девочки очень эгоистичных. И знаете как бы как бы если посмотреть вот мужчины и женщины как звезда и солнце. Ну звезда и солнце так себе я бы сказала союз. Они абсолютно не подходят, да? Звезды у нас сияют на горизонте даже я бы сказала тогда, когда солнца на горизонте нет. Понимаете? Как бы цикл, сами подумайте. Когда у нас солнце-то сияет, мы звезды не видим. А когда звезды сияют, солнце не видим. То есть все дуально. Все абсолютно дуально. Давайте посмотрим еще почему ты привлекаешь таких мужчин. Эгоистичных, холодных, расчетливых. Ага, вот это я тоже хотела сказать. Очень сильная здесь просто личность, которая подавляет. Знаете, женщина-амазонка. Я все сама. Я все сделаю сама. Я знаю, как мне лучше. Здесь может по-разному проиграться девочки, но кто-то даже может смотреть меня. Лев по знаку зодиака. Женщина, посмотрите на картинке, какая императрица такая, чернокожая амазонка. И посмотрите, она управляет вот каким-то таким вот существом невнятным, непонятным. То есть вы можете ими управлять на раз-два. Но вот эта вот сила, которая в тебе есть, она может привлекать как раз-таки слабых. Потому что тебе иногда и самой хочется подавлять, управлять. Я даже сказала бы уничтожать. По первому варианту может женщина легко растоптать. Если, например, по ней проехались, она легко от этого мужчины избавиться всеми путями. Это как самка богомола, которая при спаривании потом что делает? Девочки откусывают бошку вот этому богомолу и прощается с ним. До свидания. Поэтому почему ты привлекаешь таких мужчин? Здесь нужно сбавить обороты. Здесь нужно все-таки вспомнить, что ты истинная женщина, а не амазонка, которая должна секирой или каким-то мечом, вот таким вот мечом справедливости и резкости в них метать. Потому что здесь это очень сильно отталкивает потенциально нормальных мужчин от тебя. Действительно могут некоторые приходить к тебе для того, чтобы полечиться от твоей энергетики. Очень часто с этим я сталкиваюсь, что красивая, харизматичная, привлекательная женщина и приходит на расклад, а там такое на картинке, что ну, блевануть только остается. Извините-ка же за такие подробности, но это как бы дисбаланс. Смотришь на фотографии, думаешь, а что ты в нем нашла? И потом начинаешь разбираться, а там, например, человек под сущностями, под лярвами. Он часто, например, тянется к более сильной самке, чтобы попитаться вот ее вот этой энергетикой по силе, по звезде и по солнцу. Имейте в виду. Это знаете, как некоторые говорят, вот змею на груди пригреть. Это вот то же самое, что на грудь себе змею положить, кобру, и ждать, когда она тебя куснет. Когда она тебя куснет так, что ты коньки отбросишь. Поэтому, что я могу сказать? От вас очень многое зависит, девочки. Здесь прям такие карты сильные. Еще, почему ты привлекаешь таких мужчин? Да, ты тоже можешь, конечно, подпитываться этой энергетикой, имеется в виду любовной, любовной от них. Но, действительно, здесь могут отношения складываться, вот я бы сказала, мягко сказать, на ножах. Вот кто кого, я бы сказала, перебурет. Не надо с ними бороться, девочки. Посмотрите, сколько мечей. Да, это и резкость. Вот эта карта конфликтов, поражение, да, чтоб вот он обязательно там ползал на коленях перед тобой, извинялся за что-то. Это конфликтность. То есть здесь женщина может быть такая, знаете, амазонка еще в каком плане? Что вы любите конфликтовать, выносить мозг тоже, требовать, каблучком стучать, в истерике впадать можете. И вот эта вот карта, видите, как бы, ну даже по мечам понятно, да, один напротив другого. Это вот вы так с мужчинами. Миритесь, как говорится, яйцами. Девочки, это не надо делать. Здесь надо сбавить, еще раз повторяю, обороты. Немножко проработать, да, свой характер, вот, укротить его и не соглашаться на слабых мышин. Как-то так. То, что вы тоже можете их легко вампирить, это вы и так знаете. Это вы и так знаете. В любовном плане вы тоже можете хорошо какую-то свою жертву по вампирить. Но у вас все отношения, у некоторых заканчиваются каким-то тупиком, поражением, конфликтами, нехорошими моментами с мужчинами. Вот здесь конкретно сейчас водный король выходит. У кого-то сейчас может быть какая-то резкая ситуация с мужчиной-скорпионом-рак-рыбой. Ну такая, знаете, где вы друг другу не уступите. Давайте совет от карт. Почему вы привлекаете таких мужчин? Дурак идет. Легче нужно быть. Да-да-да. Очень много душевного разочарования у женщины. О-о-о, еще и карта башни. Посмотрите, сколько на вас старших арканов. Такое не каждый день увидишь в личном раскладе. И солнце, и звезда, и сила, и шут, еще и башни. Это многовато на один расклад. Но здесь очень много, знаете, каких-то у вас душевных терзаний, которые вы не отпустили. А карты подсказывают. Вот она башня. И дурак, обновляйся. Избавляйся от всего прошлого. Убирай все обиды. Закажи себе чистку. Сделай себе любовный ритуал, и придет к тебе абсолютно новый по дураку мужчина. Но опять вот это вот что здесь делает? Карты разочарования. Пятерка кубков, пятерка мечей. Понимаете, если с этими разбитыми чашами, с разочарованием жить и оглядываться на какого-то Васю, либо какого-нибудь, не знаю, там, фуркана, который у тебя был на турецком пляже. Так, девочки, так ничего не получится. Убирайте все эти вот разочарования, разбитые чаши, и вам даже карты показывают меняться. Менять свой стиль жизни, менять убеждения, меняться. Потому что, ну, вот башня и дурак, это тотальное обновление. Знаете, как сначала все уничтожить, да, здание сносят, а потом на этом месте строить, например, там, палас, дворец, да. Поэтому вот ваш дворец уже давно горит. Пора делать ноги. Поэтому по первому варианту все. Все, что увидела, сказала. Если хочется больше, приходите на личный расклад. Давайте посмотрим второй вариант, почему ты привлекаешь таких мужчин. Таких в кавычках всяких. Ух ты, а тут прям такие карты. Разные. Девятка Пентакли, пятерка Жезлов, восьмерка Жезлов и тройка мечей. Здесь тоже вы пришла женщина с разбитым сердцем, с неудачным опытом. Но однозначно, потому что даже кто-то сейчас до сих пор, видите, пятерка Жезлов вышла, кто-то до сих пор остался в конфликте, например, с бывшим. Либо сейчас у вас ситуация, где вы конфликтуете. Девочки, здесь у кого-то было страдание насчет любовного треугольника. Либо сейчас вы находитесь в троечке. То, что тройка мечей, это, знаете, наличие третьих лиц, наличие обид на сердце, шрамы на сердце, предательство. То есть, кто сейчас в любовном треугольнике, ну тут и так понятно. Кто когда-либо пострадал от предательства, что ушел к другой, что у него оказалась другая соперница, вы это не пережили еще пока. Не пережили. Здесь тоже такая самодостаточная, может быть, женщина. Но больше, знаете, по этим картам такая карьеристка. Девятка Пентаклей. Тоже можете быть резкая сама по себе. Давайте посмотрим еще, почему вы привлекаете таких мужчин. Император вышел. Ну, император, девочки, это мужская карта. Королева Жезлов. Ну, понятно, почему резкая. Потому что здесь выходит огненная женщина. Здесь в частной трактовке девочки сидит стрелец, овен, либо лев, женщина. И мужчина здесь, если который разбил вам сердце, либо у вас сейчас с ним какая-то невнятная ситуация, либо овен по знаку зодиака, либо у кого-то несвободный. Потому что император, девочки, это статус несвободного мужчины, чьего-то там мужа. Поэтому, если у вас с ним какие-то эмоциональные качели, сейчас тебе четкий обзор на то, что прийти на личный расклад и посмотреть расклад жена и любовницы, либо любовный треугольник. Вам срочно здесь нужно разбираться. Если вы здесь сейчас сидите и, например, бывший муж не оставляет в покое, а у него уже другая, тоже пора разобраться. Но вообще, в целом, здесь женщина просто не избавилась пока от этого всего. Вот понимаете, вот эти вот карты, они рядом падают. Император и Королева Жезлов. Либо еще, если кто-то не бывал в треугольниках и не был там с женатыми мужчинами в связи, я так могу сказать, вы можете себе как бы привлекать тоже такого партнера достаточно требовательного, жесткого, вспыльчивого. Или вот такого, с которым у вас начинаются эмоциональные качели. Тоже будем бороться за лидерство. Здесь есть карта конкурентной борьбы. Восьмерка Жезлов. Ой, пятерка Жезлов, извините. И вот двойка Жезлов говорит опять же о какой-то двойственности, о выборе, об эмоциональных качелях. Здесь женщина сама по себе, тоже не из рубкового десятка, Королева Жезлов. Это тоже может быть, еще раз повторяю, огненная стихия. А они обычно такие. Гори изба, все, гори огнем, все, бросаем, уходим. То есть тоже, вы знаете, такая вспыльчивая. Еще почему привлекаете таких мужчин? Король мечей. Здесь много мужчин вокруг вас. Рыцарь Пентакли. Ага, рыцарь Кубков. У кого-то даже сейчас тут куча всякой переписки и куча всяких поклонников. Тут еще один девочке мужчина выходит. Король мечей, рыцарь Пентакли, рыцарь Кубков. Но вы знаете, что вы можете еще привлекать? Очень таких инфантилов вокруг вас. Вот эти вот рыцарь Кубков, рыцарь Пентакли. Это, знаете, мужчинки помоложе, там на 5, на 10 лет некоторые выбирают. Ну, типа как бы для секса вроде как. А потом некоторые подседают на этих вот рыцарей. Девочки, рыцари это иногда мужчины вообще молодые, которым до 30, а то и менее. А бывает женщина там, да, ищет приключений. То есть вы действительно можете притягивать здесь либо очень таких жестких мужчин, благодаря, да, своему характеру, либо каких-то инфантилов. Тут как бы у женщин действительно выбор есть. Она точно здесь не одна. То есть один там, например, для рестика, второй для секса, третий для переписки, четвертый там нервы потрепать. Вот это вот такая картина вырисовывается. Если это не ваш расклад, можете переключать его на другие. Поэтому я бы сказала здесь, знаете, как один для общения, еще раз повторяю. Второй там до секса, третий там для того, чтобы нервы помотать. Поэтому почему вы притягиваете, определитесь, нужен ли вам этот гарем. Вы очень много энергии затрачиваете на них. Поэтому вы привлекаете здесь очень много кого, но и много шушера и хлама. Извините за такие выражения. То есть здесь немножко нужно быть разборчивее. Давайте еще посмотрим. Здесь много действительно общения, но такое ощущение, что прям по кругу все у королевы жезлов пошли. Почему вы привлекаете таких мужчин? Сильная женщина всегда может привлекать такое. Опять эта карта. Девятка Пентаклей. Ну, я бы не могла сказать, что вы себя здесь не любите, не цените. Любите и цените. Любите и цените. Но еще раз повторяю, что притягивать все подряд и всему вот этому давать шанс-то не стоит. Вы вот очень просто стремительная такая вот, общительная. И в чем-то, я бы сказала, женщины неразборчива. Вот по второму варианту. То есть как бы в общении. Здесь нужно, понимаете, немножко более критически на них смотреть. Потому что опять вышел паш жезлов. То есть может лезть, вы знаете, вплоть до каких-то студентов и чуть ли не школьники. Да, потому что императрица. Вы привлекаете, потому что вас очень сильно фонит, знаете, как материнский инстинкт. Вот она, вот эта вот матка со своими сосками. Давай каждого пригрею у груди. Каждый пусть пососет от меня энергетику. У вас очень много энергии. Материнской, пульсирующей императрицы. Женщина, дающая женщина-мать. Да, реализуйте свою императрицу немножко в другом ключе. Императрица все-таки это и жена, и мать детей. Вот туда дайте напор. На материнство, да, на рождение детей. И на то, чтобы выйти замуж. Если вы сейчас не замужем. Поэтому, знаете, здесь будьте избирательны. Поэтому вы притягиваете вот все то, что вокруг вас вертится. Поэтому по второму варианту все беды, конечно, тоже внутри женщины. Желаю вам добра. Если был интересен расклад, обязательно пиши в комментариях, какая у тебя ситуация и как он у тебя отыгрался.